Ассаламу алейкум, горцы! Я очень давно не был в Уарбу и я сейчас решил приехать. Оказывается, что его нет дома, он поехал на похороны, но дома есть Лейла. И сейчас мы с Элясом будем ей помогать тащить воду. Вон фляги взял Эляс и мы сейчас пойдем, будем приносить сюда воду, потому что у них очень мало здесь воды. А вот эти зверюшки нуждаются в ней. Вот они. И вон там где-то есть наши гуси, которые мы привозили в прошлый раз, когда я сюда приезжал. В общем, один человек в комментариях написал комментарий, что надо было бы помочь Арбо тоже с насосом, чтобы им не проходилось таскаться за водой и приносить оттуда ее сюда. И это на самом деле очень хорошая идея. Очень много людей поставили на этот комментарий лайк. Вы где-то вот здесь, наверное, увидите. Мы с вами это должны сделать. В описании есть ссылка, Donation Alerts, по-моему, так это называется. И обязательно напишите, на какие цели вы отправляете туда средства, либо на то, чтобы поставить насос Арбо, либо на дом Лемы. Свои основные цели, на что отправляете, напишите, чтобы я знал, куда, какую сумму распределить. Это очень удобная система и безопасная, главное. Оставлять карточки, ну, как мне сказали, не очень-то и безопасно. Номера своих карточек. Вот так вот. Сейчас мы пойдем помогать. Восторжение взрослого, ко мне. Восторжение взрослого, ко мне. Восторжение взрослого, ко мне. Что? Оно из-за вас даст. Как и охрана. Как и охрана? Оно из-за вас было? Это не�붙е. Я стараюсь перед этим крутым. Я не могу отделать тебя. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Сколько в 2019 гонок совсем? Я не могу. Да. Нет. Я не могу. Я не могу. Я не хочу оформить всё true Я не хочу James Я хочу, как заметно, что ты ребен abuses Я могу помочь Я сказал хорошо я не знаю ли мы, что мы делаем о самом деле потом я знаю как мы живём в Таранде? да вот так нет, мы хотим но и дадим а где где? где где? если я не знаю я не знаю где дадим а где где? нет нет да, я всё и все я пошел за водой короче у них в этом году оказывается здесь была сильная засуха кукуруза к сожалению она вероятнее всего не будет расти в этом году не вырастет картошка тоже с ней тоже не очень все хорошо поэтому я говорил что сделаю конкурс обладателю лучшего комментария отправлю 5 килограмм картошки но наверное в этом году не получится так что простите и внимание объявляем конкурс 5 килограммов картошки с этого города огорода мы разыграем обладателя лучшего комментария по итогам этого сезона а насчет предыдущих конкурсов хочу сказать что носки отправил москву одному парню шапку который ну желтая помните когда при первой встрече с лемой разыгрывал ее одну отправил в рошничу одному пацану парню мама для его тоже кажется звали и вторую шапку желтую у меня двери желтых шапок было отправил в челябинск в общем вот так вот а вот здесь идут наши гуси вот и не смотрите красиво вот здесь когда-то тоже жили люди сейчас к сожалению здесь никто не живет крыша обвалилась у нас небольшие проблемы сейчас мы немножко на речке искупались поднялись я поднялся они еще внизу но вода почему-то не идет я уже минут 10 наверное жду вон оттуда он идет вроде бы по законам физики вода сразу должна была пойти но ее почему-то все нет и нет я не знаю в чем причина я хочу набирать дяжду вода почему-то не идет вовсе это тебе не в норвегии по лугам гулять вот здесь у арбу обычно стоит лошадь вот яйца куриные так посмотрим что вот здесь сарай кстати очень прохладно вот еще здесь теленок маленький есть оказывается месяца по моему нет уже вот еще телята коровы теленки курицы гуси утки все у них есть нет воды надо решить этот вопрос иншаллах мы с вами это сделаем очень надеюсь вот кукуруза здесь хранится из нее потом можно сделать кукурузную муку трубкуруза за мешка что я хочу открыть кукурузу ага в регулировать кукуруза это что я хочу сказать я хочу сказать вот что я хочу сказать я хочу сказать Ага. Как это будет? Как это будет? Как это будет? Здесь кажется, дождь собирается, нам надо срочно подниматься. Короче, если дождь пойдет, мы точно не поднимемся, потому что здесь очень крутой склон. Мы на легковой машине. Надо уже выдвигаться, уезжать отсюда. В общем, вода сегодня даже не шла. Мало того, что ее надо тащить метров сто, она еще и не идет. В общем, в ближайшее время попробуем. Я постараюсь сделать все для того, чтобы устранить эту проблему. Вот здесь у них, оказывается, есть шланги. Вот они. То, что не достает, мы, иншаллах, постараемся докупить. А то, что есть, уже доведем. Насос, короче, надо взять, недостающие шланги и переходники. И там наверху надо настроить, в общем, воду тоже. Она почему-то не идет. сразу приезжаем все, Лейла, я вам покажу все, мы поедем хе-хе-хе не надо, я не могу уххххх я не могу Нет, нет, мы можем взять его Это не это будет Это не это будет Это будет И есть Это будет Это будет Наши Дегустин Дегустин Он у нас Он ее Он ее Он ее Он ее Да Он ее Он ее 他 И Так, мы решили остановиться по пути, Лёма сказал, что здесь рядом есть захоронение древнее, мы сейчас туда спустимся. Вот здесь, да, да, реально, дошли мы. Недалеко, оказывается, надо было идти. Вот за моей спиной находится вот это кладбище древнее, я даже не могу представить, сколько лет существует оно. И прямо посередине кладбища вот здесь лежит тропа. Вот он оттуда найдёт. И вот так. Мне интересно, там есть какие-нибудь надписи, цельные знаки, что-нибудь интересное. В общем, никаких надписей здесь нет. Есть вот это чёткое ограждение. Вот оно, по периметру. Вот, двое камня. Ещё я замечаю уже, как правило, вот один большой камень, и вот перед ним какой-то маленький. Я не знаю, с чем это связано. Напишите, кто знает, в комментариях. Очень интересное наблюдение, до этого я не замечал. Вон там точно такая же картина была. Большой камень, и вот маленький рядом. Очень интересно. Я думаю, что какой-то смысл они вкладывали в это. Когда-то в этих местах была абсолютно другая жизнь. Другие заботы, другой быт. И сейчас об этих людях никто не помнит, никто не знает о них. И точно так же пройдут времена, и нас тоже точно так же забудут. Это неизбежный круговорот людей, так скажем. Так вот. Поэтому надо задуматься о том, что надо уходить и прожить эту жизнь достойно. И делать добро на каждом своём, на своих путях, дорогах, жизни. А мы пойдём дальше. Ну а дальше мы направились на одну из самых больших рек в Чеченской Республике. Шаро Аргун. Где очень хорошо провели время. Всё, мы с Илясом пришли купаться. Иляс давно не был на речке. Сейчас мы ему покажем очень крутое место. И будем прыгать, снимая это всё. На дрон, возможно, но это не точно. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...